Дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры Ипостаси нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа И самое главное, Его план в отношении перемен жизни и сердец моей и твоей Я убежден, что знакомство с Господом способно изменить жизнь любого человека И призываю вас этому поспособствовать Будьте не только зрителями, но делитесь знанием о Господе со своими друзьями И даже сейчас, когда вы смотрите эту передачу, нажмите кнопку «Нравится», «Поделиться» Напишите в комментариях, откуда вы смотрите эту передачу А самое главное, рассылайте в социальных сетях своим друзьям и родственникам ссылки на эту и на другие христианские передачи Пусть Господь привнесет жизнь наших друзей и близких в веру, мир и спасение Сегодня в этой студии приглашены мои друзья Пастор церкви Костянтин Бурак и пастор церкви Олег Попескал Добро пожаловать! Спасибо! Сегодня мы будем изучать седьмую и восьмую главы Евангелия от Марка Христос, совершая свое служение, возвышал авторитет Священного Писания Он провозглашал принципы Царства Божия Открывал план спасения При этом он сталкивался с людьми, которые, ну, мягко так говоря, были не согласны с тем, что он делает или что он говорит И среди этих людей были его родственники, были и богословы И Библия говорит об отдельных спорах, которые были между Иисусом и фарисеями Сегодняшняя тема откроет то, что Иисуса больше всего огорчало в жизни и в поступках людей, которые занимали авторитетное положение в церкви Скажите, вы являетесь служителями церкви Что вас, как служителей церкви, огорчает в поступках в жизни христиан, прихожан ваших общин? Да, бывают, конечно, такие моменты, огорчения Ну, в основном, вот в моей практике, в практике моего служения Это связано с тем, когда ты желаешь как-то помочь человеку, поддержать, хороший совет дать Но у него какой-то свой взгляд, и он никак не может расстаться с таким взглядом и услышать то, что ты скажешь Либо бывает еще такое, что человек вроде бы понимает, соглашается, но продолжает точно так же жить И, конечно, это огорчает, потому что всем сердцем ты хочешь помочь, поддержать А не видишь вот этих каких-то перемен и думаешь, а что еще можно сделать? Спасибо Это может быть очень много, если честно Но так вот одно, вот сейчас, пока Константин говорил, мне вспомнилось Наверное, мне непонятно и мне жаль, жаль, когда люди, имеющие богатый опыт жизни с Богом, отношений с Ним Может с детства, может не с детства, но они имели опыты В итоге они оставляют Бога Вот это для меня, то есть, когда люди, они знают, кто такой Бог Они знают, как он благ, что он делал для него Но он почему-то все равно оставляет его Вот очень жаль Вот это меня огорчает Что знания Бога, они как будто, вот до 20 лет, допустим, человек знал Бога И все эти 20 лет, как будто их не было Как будто их не существовало Может быть, он знал не Бога, а он знал много о Боге Да, наверное, да То есть, человек был религиозным Он знал, у него достаточно глубокая информация о Боге Кто такой Бог? Кто такой Бог? Но чтобы знать Бога, это надо иметь отношение с Ним И тот, кто познает Бога, тот становится свободным Познайте истину, а истина сделает вас свободными Сегодня мы познакомимся с той проблемой, которая существовала в религиозном сообществе 2000 лет тому назад И попытаемся понять истоки, корни этой проблемы, чтобы избегать повторения этих ошибок в своей личной жизни христианской и в тех решениях, которые мы принимаем Прежде чем обратимся к этим историям и исследованию Библии, приглашаю вместе с нашими друзьями обратиться к Господу в молитве Великий Бог, мы благодарны Тебе за возможность вновь исследовать Слово Твое Боже, научай нас, вразумляй нас И пусть слова, записанные в этом Евангелии от апостола Твоего, от служителя Твоего Марка Это слова, говорящие от Твоего лица Потому что Ты вдохновил, Ты дал мудрости, мысли, послал Духа Святого Благослови нас, уразуметь все И Господи, не просто слышать, но жить согласно Свету Твоему Аминь Аминь Итак, человеческие традиции против Божьего повеления Особенно острые и явные конфронтации, которые описаны историей произошедшей И приглашаю вас вспомнить ее О ней пишет Евангелист Марк в 7 главе с 1 по 13 тексты Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук И придя с торга, не едят, не умывшихся Есть и многие другое, чего они приняли держаться Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей Потом спрашивают его фарисеи и книжники «А зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ «Хорошо пророчествовали о вас, лицемерах Исаия Как написано Люди сии чтут меня устами, сердца же их далеко отстоит от меня Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш И делайте многое другое сему подобное И сказал им «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свои предания?» Ибо Моисей сказал «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет» А вы говорите «Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу То чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей Устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили и делаете многое сему подобное» История о том, как ученики едят неумытыми руками и как Иисус реагирует на укор Фарисеи были люди религиозными, причем не номинально, вся практика жизни была пронизана религией Но фарисеи это были люди отделенные Они были авторитетом в толковании различных правил, законам, люди уважаемые, а тем более сюда присоединились и книжники, пришедшие из Иерусалима Это вообще центр Элита Да, это самые авторитетные люди И здесь спор, в котором Иисус говорит о той проблеме, которая была в области веры фарисеев и книжников В чем была их проблема? Почему они обвиняют Иисуса в каких-то нарушениях, каких-то правилах? В чем смысл этого богословского спора? Ну, в этой истории мы видим, что они обращаются к Иисусу, увидев, что некоторые из учеников неумыли руки, кушают неумытыми руками Если бы это было 3-4 года тому назад, во время пандемии, если бы кто-то не побрызгал руки антисептиком, не одел бы маску То, наверное, реакцией у кор общества было бы, ну, как-то понятно, да А здесь вопросы гигиены, пандемии или что-то другого? Ну, когда мы читаем текст, мы видим, что они говорят о том, что едят хлеб нечистыми руками Ну, то есть неумытыми И на первый взгляд может показаться, что это вопрос гигиены, когда как же вы не помыли руки и сели кушать? Но тут вопрос более глубокий Мы знаем о том, что во времена Ветхого Завета Господь повелел священникам, перед тем, как совершать служение, перед тем, как принимать трапезу, омовение делать, да, омывать свои руки В межзаветный период, кстати, именно партией фарисеев, книжников было принято, что все обычные люди должны это делать Ну, в каком случае? Считалось, что если человек идет, например, и тут упоминается, торг, то есть на рынок, да, там разные люди есть, там могут оказаться язычники Там можно соприкоснуться с продуктами, которые выращивали или привезли язычники И это все считалось осквернением для человека Были еще такие мысли, что дух нечистый, вместе с этим приходит жизнь человека Поэтому, возвращаясь домой, каждый правоверный, скажем так, фарисей, книжник, первым делом они делали ритуальное очищение То есть это не было тщательное омовение водой рук своих Не дезинфекция Не дезинфекция, а чисто символически, вот с краешка пальчика до локтя, чтобы протекла там емкость с яичной скорлупой То есть человек, который общался прямо или косвенно с людьми ритуально нечистыми, то есть это может быть любой язычник Он становился ритуально нечистым И эта ритуальная нечистота требовала ритуального омовения Очищения Да, ни грязи, ни инфекции, а именно ритуал, который бы ритуально символически демонстрировал их готовыми Да, и скажем так, даже вот посмотреть с этой точки зрения, как бы ничего плохого в этом-то нет Нет, как бы в том плане, что, ну, желание быть чистыми, желание с чистыми мыслями Но в том-то и проблема, что когда они говорят об этом, Иисус обращается к ним словами Исаии Прав был Исаия, когда говорил о вас, что люди чтут меня устами, сердце их далеко отстоит от меня То есть направляя свои мысли на ритуалы, часто говоря об этом, поправляя, обличая кого-то, в это же самое время эти люди оставались далекими от Бога То есть это формальная религия То есть человек религиозный, но при этом он далек от Бога Как может быть такое? Оказывается, может быть Церковь ходит, заповеди знают, молится, изучает Библию Как человек, который полностью погруженный в религиозную жизнь, при этом остается далеким от Бога Это может быть в том случае, когда человек, скажем так, не принимает Слово Божие всем сердцем Или не на Слове Божьем свой взор ставит, да? А больше, наверное, на каких-то традициях, на каких-то, как правильно Кстати, в нашем мире христианском, в котором мы живем, довольно распространенное явление Где бы ты ни находился, всегда есть такие христиане, которые скажут, а так неправильно, а вот так правильно, а почему, спрашиваю И вот редко есть, когда кто-то сможет аргументированно что-то сказать Особенно это касается каких-то ритуалов, связанных с теми же похоронами, с другими моментами в жизни человека Не связано ли это с тем, что человек это делает для того, чтобы показать себя религиозным человеком для общества То есть то, что делает, это на показ То есть, может быть, молится на показ Человек в обществе молится красиво и долго А это, может быть, не такая практика, на самом деле, в его личной жизни Он на показ, может быть, демонстрирует привешенность к каким-то правилам религиозным Хотя сам в повседневной жизни эти правила не соблюдает И Христос приводит пример Что это за пример про нарушение заповедей Кстати, вот именно в этом примере раскрывается, мне кажется, больше всего суть того, что говорил Иисус Потому что было такое предание, что, допустим, сын своих родителей может посвятить свое имущество храму Это называлось корван, да? В то же самое время это означало, что родители не смогут пользоваться этим имуществом А Иисус очень прямо говорит А разве вы это хорошо делаете, когда вы нарушаете Божью заповедь И вместо этого вы выполняете человеческую традицию, человеческое предание То есть, по сути, сын таким образом проявлял свое неуважение, непочтение к родителям В то время, как, к сожалению, в храме или религиозные люди могли восхищаться этим человеком И сказать, ух ты, так он же посвятил все же это Богу, все свое состояние То есть, вместо того, чтобы содержать родителей, он, чтобы заслужить одобрение сообщества Прикрылся набожностью Да, он эти как будто деньги в храм Я думаю, что дальнейшие аргументы Иисуса Христа, они помогут нам еще больше понять эту проблему 14-й текст, призвав весь народ, говорил им Слушайте меня все и разумейте Ничто, входящее в человека, извне, не может осквернить его Но что исходит из него, то оскверняет человека Если кто имеет уши слышать, да слышит И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его об этой притче Очень загадочные слова Я знаю человека, который никогда Библию в руках не держал Но этот стих он цитировал наизусть И этим он оправдывал употребление алкогольных напитков и всяких других веществ Он говорит, ну ты говоришь, что ты говоришь Сам Иисус сказал Все, что ничто исходит из человека Не то, что входит, оскверняет, а то, что исходит Поэтому я могу все есть, это меня не скверняет Есть и христиане, которые, читая Библию, оправдывают употребление нищистой пищи О которых говорится в Ветхом Завете Этими текстами, говоря о том, что сам Иисус сказал Что ничто не может осквернить входящее извне Как, что имел на ваш взгляд Иисус, произнося эти загадочные слова? В Евангелии от Марка, 7 главе, в 15 тексте Вы упомянули, что некоторые христиане оправдывают тем самым разрешение Христа кушать любую пищу Абсолютно любую пищу При этом вы упомянули, конечно же, распределение чистой и нечистой пищи из книги Левит 11 главы Но все-таки меня поражает, что некоторые люди пытаются найти в одном стихе На одном стихе построить целое богословие На одном стихе При этом все остальные речи Иисуса, они не противоречили ни Левит Ни Ветхому Завету, ни Исаию, уж тем более ни Моисею Которого очень почитали и почитают на сегодняшний день В иудейском, в израильском государстве, к примеру То мы понимаем, что в то время Моисей — это авторитет Один из главных авторитетов И Иисус не пытается его принизить, его учения Вообще мы не видим это с вами Но если мы посмотрим начало седьмой главы, из чего начал отвечать пастор Константин То мы увидим с вами такую вещь, что это продолжение Это не два отдельных каких-то случая Это не новый диалог, это продолжение и объяснение Таким образом мы понимаем, что Иисус пытается показать, что та пища Пусть она была и посвящена в данном случае Или была куплена, или рядом лежала с пищей язычников И каким-то чудеснейшим образом она все-таки потеряла свою чистоту Она ни в коем случае не может вас осквернить И она не является чем-то оскверненным То есть мы здесь с вами видим, что первое — Иисус не противоречит тому, что говорит Ветхий Завет Учение Моисея каким было, таким и осталось Второе — Иисус показывает, что это не нечистота Это не то, на что нужно обращать внимание Потому что здесь Он описывает, что то, что исходит из человека, оскверняет его И это гораздо-гораздо глубже, гораздо сложнее И это не переработанная пища Это не то, что пытаются люди как-то объяснить Нет, это то естество, которое в тебе есть Но это не пища физическая Спасибо А что тогда, по словам Иисуса, по-настоящему оскверняет человека? Что исходит из человека, что может его осквернить? Да, ну Иисус сказал, что то, что исходит из него Что же это может быть? Иисус дальше объясняет С 20-го текста мы читаем Далее сказал Исходящее из человека, оскверняет человека Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы Прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство Завистливое око, богохульство, гордость, безумство Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека Иисус обращает внимание слушателей и тех, кто его критиковал в этот момент Что очень важно понимать, откуда это осквернение на самом деле происходит То есть, что же это по себе осквернение? А это и есть греховные мысли Греховные мысли, которые где-то могут и осуществляться Обычно так и все понимают, так люди и говорят Что поступки, они являются следствием мыслей, которые есть у человека И в Библии даже Иисус показывал такой пример на горной проповеди Что кто посмотрел на женщину, например, с вожделением, уже согрешил в сердце своем То есть, вот то, о чем больше всего следует заботиться, говорит Иисус Потому что там, где ты к чему-то прикоснулся, да Это можно омыть водой, это можно что-то сделать Но самое сложное, самое тяжелое Тяжелое сквернение человека — это его жизнь, его сердце, его характер Это мысли, которые он допускает, чтобы развивались Значит ли это, что человек извне может быть вид показывать человека благочестивого Дробопорядочного, глубоко верующего, религиозного, набожного И люди, у людей он авторитетный, как богобоясный человек Но при этом внутри мысли его могут быть совершенно другие И люди мысли-то эти не знают Они говорят, что человек верующий, религиозный А бог, который эти мысли знает, о чем человек думает, размышляет Может быть дать ту оценку, о которой говорит Иисус То, что оскверняет извне Как это может быть происходить, если человек ходит в церковь, читает, слышит Но при этом имеет такие мысли, которые оскверняют его Да, вот Иисус во всей этой беседе Как правильно, совершенно верно подчеркнул пастор Олега О том, что это вся история в целом идет То есть мы всю эту ниточку разматываем Иисус подчеркивает важность закона Божьего Когда Он подчеркивает пятую заповедь Он подчеркивает вот эту часть взаимоотношений Когда Он ставит на весы человеческие традиции Или послушание воли Божьей Это первая часть, да, которая раскрывает Какое у тебя отношение к Богу Ты Бога слушаешься или ты традициям Подчиняешься иконам, допустим Поклоняешься изображениям, которые заповедь запрещает Да, я к примеру привел Иисус на самом деле показывает, что человек Призван принять волю Божью в свою жизнь И жить А воля Божия, она раскрывается в заповедях Божьих И если для меня заповеди Божьи Не являются вот тем основанием Или как, ну... Мерилом Мерилом, да, в христианстве Мы так говорим в богословии Мерилом для понимания жизни, поступков, да То в таком случае, конечно, вот эта вся внешняя Простите за сравнение мишура Она всего лишь мишура Потому что твоя сущность, она остается такой греховной Протестующей против Бога Тебе ближе традиции Тебе ближе вот то, что говорят люди Нежели то, что Бог от тебя ожидает Не значит ли это, что Бог Желая совершить перемены в жизни человека Он меняет не только Внимание Бога направлено не только на внешние На его поступки, привычки, образ жизни Но самое главное, Бог желает поменять мысли человека Направление этих мыслей, ценности Потому что человек такой, каковы его мысли Не такие, какие его привычки жизни А какие его мысли И если Бог не меняет его мысли Тогда нет пользы от его религиозных Богочестивых поступков Если он внутри остается такой же гнилой, испорченный Кто-то говорит пример о том, что Человеку, у которого не изменена сущность и мысли Это все равно, что поросенка поймать, помыть Повязать на хвост бантик розовый И Шанелю номер пять Побрызгать Когда этот поросенок увидит болото Он с радостью и визгом устремится в это болото Чтобы там Поиграть Почему вопрос? Сущность у него такая И поэтому Евангелие заключается в том, что Бог желает Поменять сущность, природа, естество, мысли Следующая история говорит о споре О споре с женщиной И удивительное в том, что в этом споре с женщиной Спора, споре Иисуса с женщиной Выигрывает в этом споре эта женщина 24 по 30 текста 7 главы Ивания от Марка И отправившись оттуда, пришел в пределы Стирские и Сидонские И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом И, придя, припала к ногам его А женщина-то была язычница, родом Серафиникиянка И просила его, чтобы изгнать беса из его дочери Но Иисус сказал ей Дай прежде насытиться детям Ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам Она же сказала ему в ответ Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей И сказал ей За это слово пойди Бес вышел из твоей дочери И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел И дочь лежит на постели Удивительная история И, может быть, кому-то и слушателей Коробить слух То, что Иисус, отвечая этой женщине, сравнивает ее псами Почему Иисус так отвечает резко женщине, сравнивая ее псами И чем женщина все-таки снискала одобрение Иисуса И, несмотря на этот, как бы, спор В итоге он отвечает на ее просьбу Вы знаете, я сейчас вспомнил Вспомнилась мне переписка в сегодняшнем времени Это смс, это инстаграм, телеграм, мессенджеры разные И если не поставить смайлик Если не поставить восклицательный Вопросительный знак или интонации какие-то в предложении То текст может пониматься От проявления любви до угрозы Скажем так То есть вот здесь вот это выражение Которое вы озвучили, что может смущать людей Достаточно, да Дай прежде насытиться детям Нехорошо взять хлеб у детей И бросить собакам Очень хотелось бы услышать, как Христос это сказал все-таки Но мы имеем текст Сам текст и греческое слово Оно упоминает здесь собаку Не собаку бродячую, которую мы боимся И где-то даже пренебрегаем ею Потому что далеко не все Подкармливают бродячих собак Но то ли дело домашняя собака О которой как раз говорит Иисус Некий домашний питомец Она не кусается, не рыщет Но терпеливо ждет, когда ей кинут со стола хозяйского Да, крошку хлеба в данном случае Или целый кусок, например, остаток И вот в данном случае Иисус показывает это Говорит об этом примере С другой стороны, я вот думаю Иисус очень редко оставался один Очень редко Это были в основном моменты молитвы Если вы вспомните То есть это основные такие моменты, где Иисус один Все остальное время в основном с учениками Здесь написано, он вошел в дом Скорее всего, что в доме был кто-то Может быть, помимо хозяина дома Были еще ученики Этот диалог наверняка происходит В присутствии учеников Таким образом, это даже вот Какой-то такой пример для них Как вот они пренебрежительно Могут относиться к людям Потому что вы упомянули, написано Она была язычницей И еврейский народ того времени Он не принимал этих людей И, конечно же, одобрение Которое она находит у Иисуса Это то, что она говорит Даже крошка от этого хлеба Она будет для меня большим-большим подарком Конечно, речь не о хлебе Речь не о крошках Мы понимаем, речь идет о вере Речь идет об исцелении Которое Господь дарует Об освобождении, которое Господь дарует И он его дарует Дарует дочери этой женщины По ее вере Вере в то, что даже вот эта маленькая крошка В кавычках такая крошка Она может ей достаться И, конечно же, это великое-великое благословение Которое она получила В то же самое время Это пример для всех людей Которые, наверное, были вокруг И видели, что вот эта малая вера Которая была Те, которые считали нечистыми псами Неверными Неверными Те, от которых думали, как очиститься Потому что с ними общались Ну это та Та с бантиком и шанелью То есть вот тот же самый принцип И другой Люди получали со стола хлеб Они знали все Они видели, слышали Им были открыты все возможности Получить исцеление Благословение от Бога И они по неверию своему И пренебрежению И гордостью этого не имели И вот какой контраст Какой это урок Мог быть и для учеников И для окружающих Я опять-таки хочу Сравнить это С тем, как мы начали читать главу То есть там люди Люди, которые все знают Изучают И боятся скверниться Но пренебрегают Живыми отношениями с Богом И не меняются Остаются одержимыми Духом Духом Что можно Не быть настолько Богословски подкованным Не знать Очень так хорошо Все, все, все Как некоторые люди говорят О, я еще много не знаю Но если ты Принимаешь Вот крошку за крошкой Которую Иисус тебе дает Твоя вера растет Развивается И в твоей жизни Это видно Это живые отношения С Богом С другой стороны Как бы крошка еще показывает Что это очень просто На самом деле Это не надо Так много Это всего лишь Поверить тому Что Иисус говорит Еще удивительная история Которую мы завершаем Наше исследование Записана в 7 главе Ивангле от Марка С 31 по 37 тексты Выйдя из пределов Тирских и Сидонских Иисус опять пошел К морю Галилейскому Через пределы Десятиградия Привели к нему Глухого Костноязычного И просили его Возложить на него Руку Иисус Отведя его в сторону От народа Вложил персты Свои в уши ему И плюнув Коснулся языка его И возрев на небо Вздохнул И сказал ему Ифафа То есть Отверзись И тотчас Отверся У него слух И разрешились Узы Его языка И стал Говорить Чисто И повелел им Не сказывать Никому Но сколько Он не запрещал им Они еще Более Разглашали И чрезвычайно Дивились И говорили Все Хорошо Делает И глухих Делает Слышавшими И немых Говорящими Вот это история Человек У него проблема Он не слышит С трудом Говорит И вот Иисус 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 используя Необычные Такие методы Воздействия Лечения Чтобы Исселять Этого человека Что бы вы Подумали Если бы Наблюдали Эту Картину Исцеления И Что Могло быть Причиной Этого Глубокого Вздоха Который Подчеркивает Марк Что Иисус вздохнул ну то что я читаю то что я слышу в этом отрывочке она очень напоминает мне тот момент когда господь вдохнул дыхание жизни в человека когда сотворил то есть что-то из этого творческого такого подхода когда он ставит свои пальцы в уши то есть как будто знаете вот что творение картина творения и снега бытия да он соприкасается он лепит восстанавливает природу человека и вот в этот момент конечно вот этот вздох как будто на первый взгляд непонятно что же это так тяжко было или что почему вздыхает иисус вестница божия ленуайт книги желаний веков пишет о том что иисус вдохнул под той причине я процитирую он устремил свой взор в небо и подумав о тех кто был глух кистине и чей язык не исповедовал его спасителем он вздохнул то есть для него этот человек который пришел для него это не было тяжестью его исцелить и он на самом деле радовался что может помочь этому человеку но он вздохнул от того что есть другие кто говорить так говорят видеть видят да слышать слышат но на самом деле к богу они глухи и не видят того что бог делает их жизни и это не позволяет богу то что он очень уважительно относится к нашему выбору бог может что-то воспроизвести что-то изменить только в человеке который добровольно пришел и попросила помощи а если человек в этом но не чувствует нужды как причем и фарисеи да довольный благодарный а фарисей нуждающийся в этой ситуации иисус говорит он пошел домой оправданным он получил помощь потому что он выбрал он захотел чтобы я ему помог спасибо и завершается вот цикл этих историй этих споров где-то богословских где-то жизненных разных взглядов традиции авторитета предостережением иисуса сказано к ученикам евангелие от марка 8 глава берегитесь закваски фарисейской как ученики понимает выражение иисуса закваска фарисейской что на самом деле означало предостережение господа берегитесь закваски фарисейцы как нам сегодня не быть заквашенными вот этой фарисейской закваской о чем говорил иисус у учеников все очень просто марка отвечает на этот вопрос прямо они размышляли о хлебе прямо хлебе хлебе скажем так о физическом хлебе здесь интересно что написано в пятнадцатом тексте в переводе под редакцией института перевода библии заокски смотрите предостерегая их сказал иисус берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой здесь да так расширение всей всей ситуации еврейского народа того времени и конечно иисус говорит о том учении от тех мыслях тех словах тех действиях которые осуществляют делают фарисей и в данном случае ирод и его последователи иисус говорит что вам не нужно учиться этому не слушайте не учитесь этому вам есть куда обращаться есть писание иисус всегда цитировал писание направлял людей к писанию и очень важно было вернуть их именно туда увести от этого влияние человеческого но вернуть их к влиянию божественного и поэтому сегодня наша задача пожалуй больше сконцентрировать свое внимание на том что говорит бог особенно сегодня в это время мы можем по-разному относиться к разным проповедникам нам может кто-то больше симпатизировать какие-то темы освещать более для нас интересны кто-то менее но мы не акцентируем внимание на том что говорит проповедник от себя мы должны концентрировать внимание на том что говорит проповедник со страниц слова божьего и как бог говорит через него слово свое они его и если мы будем сегодня придерживаться этого мнения этой позиции что слово божье это такой инструмент против фарисейства инструмент против лицемерия и так далее то тогда мы будем выходить победителями где-то даже так как женщина язычница спасибо дорогие друзья иисус тот который желает изменить нашу жизнь он желает избавить нас от формализма лицемерия он желает не просто поменять наши религиозные взгляды наши религиозные привычки но он желает поменять нашу жизнь наши мысли наши сердца он призывает чтобы мы не только говорили правильно верили правильно но чтобы мы жили хорошо как так как это делал иисус и это перемена возможно все возможно господу и верующего в нему важный шаг чтобы мы хотели эти перемены чтобы мы были открыты для этих перемен и чтобы мы верили и просили чтобы господь эти перемен перемены совершил в нашей жизни, в наших сердцах. Субтитры создавал DimaTorzok